Это ли не трэш? Господи! Запекать буду вместе с перчиком. То, что вы шьёте, там продают? Прям рекомендую к просмотру. Жёстко. Ходят, никто не пугается. То есть люди ходят нормально. Калитка открыта. Я просыпаюсь в холодном панте. Всем доброе утро! Та-да! Дэнни! Всем привет! Ты взевает. Всем привет! Зевает мальчик мой. Не выспался, да? Так, ну что, мы идём в садик. Сейчас зайдём в магазин. Я так рада, что магазин, который открылся у нас, теперь продаёт моё молоко. Вы представляете, утром встала и молока не попила. Вы представляете, что со мной? Я просто сонная иду. Утро какое-то не утро, но радует погода. Да сейчас вообще погода просто суперская. Ветра нет, тепло. Солнышко наконец-таки пробивается за сколько времени. Сейчас я Деньке обещала кое-что купить в магазине. Сейчас я ему куплю, а себе на обратном пути своего соевого молока. И буду мчать домой, делать кофе. Купила своё соевое молочко. Ну, прошёл. Слушайте, я поставила молочко уже греться. Сейчас кофе надо. Это для меня даже, знаете, не столько бодряк с утра, сколько такой ритуал и залог хорошего дня. Чисто психологически. Вот, мне кажется, больше даже играет. В общем, проснулась я сегодня, и ощущение такое реально зажатие грудной клетки. Но не где-то даже внутри там, а конкретно физически. Вот, знаете, прям вот массаж. Мне уже хочется 3 дня. У меня то плечо зажало, да. То у меня вчера, знаете, как это... Такая вроде идёшь, идёшь, такая игра, а потом раз, и не можешь наступить на ногу, потому что у тебя бедро там защемило. Ну, как бы наступаешь, и прям чувствуется, отдаёт в бедре где-то. Вчера с одной стороны, сейчас иду с другой стороны. Правильно кто-то написал, в комментариях селит. Ты такая молодая, уже рассыпаешься. Конкретно чувствуете? Зубы сыпятся. Это сыпется. Может быть, блин, кальция тоже надо попить. Короче, вообще, надо попить всего. Что-то ужас. Запустила себя. Что мой окошечек? Что мой окошечек? Вчера на ночь и успокоительные выпила, легла, и что-то меня так всё защемило, и в итоге я пошла антигистаминные выпила и успокоилась с ними. Всё-таки химоза есть химоза, да? Ну, даже химический вроде состав в зодоке. Даже если там успокоительные присутствуют, ну, вот эти, да, то они лучше действуют и быстрее. Вот. Сейчас, в общем, попью кофе. Мне надо на почту сходить, забрать посылку, доснять вам видео и... А, смонтировать видос. Ой, чья жопа тут перед мордой моей. И это... На массаж хочу попробовать попасть. Пусть меня расслабит грудную клетку. Кстати, девчонки, пока мы ждём консультации у стоматолога, я хотела вас спросить, кто делал импланты. Вот я не спрашивала. Скажите, сколько стоит один имплант? Ну, вот совсем вместе, сколько вам вышло? Имплант, вот это там штифт. Там же бывает, это долгая процедура, не одного дня, а там раз заплатил и пришёл. А именно растянут. А вот в целом, сколько получилось поставить один имплант? Интересно, разброс цен вообще, потому что я даже не представляю. Я почему-то думаю, что надо готовить тысяч сорок. Вот, мне интересно. Правильно я угадала? Сейчас, короче, еду за посылкой. Курьер должен приехать к почте. И на почте ещё одна посылка ждёт. Сейчас, пока фильм выводится, вложик мой, я быстренько сгоняю, вернусь домой. Мне нужно будет снять два видео. Вот. И я прям, знаете, стараюсь, стараюсь не нервничать, потому что я проснулась такая, знаете, вот как бы такая, что за состояние у меня. И каждую минутку стараюсь, каждую минутку стараюсь ловить себя на том, чтобы я не нервничала. Потому что повод уже несколько дел в голове. Надо вот это сделать, вот это, вот это. И я боюсь не успеть. Я уже чувствую нервоз. И я такая, всё нормально. Не успеешь и не успеешь. Короче, сама с собой разговариваю внутри. Ещё ничего не пила сегодня с утра. Ну, только кофе там, да, бутербродик сейчас съела. Сейчас поеду спокойненько. Короче, буду прям контролировать своё состояние. Девчонки, я знаю, вы мне пишите ещё, да, Селена, иди к врачу, Селена, иди к врачу. Короче, вот вы наблюдаете просто за человеком, который не любит ходить по врачам. И чтобы мне пойти к врачу, я не знаю, что должно произойти. Прям, понимаете, вот уже прям пинок мне должен быть под зад. Видимо, не так всё плохо, да? Я вам делюсь со своим состоянием, да? Но, видимо, не так всё плохо, что я не скачу просто к доктору. Я не хочу пить. Вот вдруг мне пропишут какие-то вот хемозные, антидепрессанты. Меня вообще вот это вот антидепрессанты пугает слово. В общем, буду как овощ ходить. Не хочу я пить никакие лекарства, которые бы вообще у меня такой бум. Хочется быть в сознании, но при этом просто чтобы... Короче, ну у меня просто свои какие-то страхи, возможно, они не обоснованные абсолютно. Вот. Просто опыт там с какими-то другими людьми показывает, что это что-то не то. Поэтому я вот так не лечу, не спешу. Просто делюсь. Я понимаю, что вы переживаете, стараюсь поменьше. Ну не получается, да? Я не могу скрыть просто своё состояние там или ещё что-то. Поэтому в каждом влоге по чуть-чуть я делюсь именно, что за состояние у меня, что со мной происходит. Понимаете, как будет невозможно скрыть от вас какое-то серьёзное событие в моей жизни. Я просто не умею этого делать. Батарея, как всегда, садится у меня на камере. Короче, вышло, солнышко уже пробивается, смотрится ветерок у нас небольшой, но вроде не холодный ветер. Я решила куртку, видите, не одевать. Ещё надо доносить вот эту вот кофту от спортивного костюма и уже избавиться, потому что катышки. Вот это Рибок вообще. Купила тогда его. Он стоил, я его со скидкой купила, слава богу. А стоил 10 тысяч костюм, представляете, изначально. И он так быстро закошелатился весь. Вообще качество, конечно, отстой. Вот. Ну, возможно, не все там такие вещи одинаковые, но вот именно этот трикотаж отвратительный. Я пожалела вообще, что купила. Хоть и там с 50% скидкой получилось, по-моему. Вот. Кофе взяла с собой. Сейчас мне должен уже курьер позвонить. Что-то он мне звонит. А он уже, извините меня, 10 часов. По-моему, договорились на 10. Ну, ладно, пойду пока посылку заберу. И домой. А еще, девочки, я тут недавно узнала, как делают тест на разные аллергены. Что делают какие-то надрезы на руках. И мне скинули фотку. Это какой-то трэш вообще. Я думала, просто возьмут кровь и отправят твою кровь на разные, короче, реакции. Аллергены. Все. То есть тебе нужно сдать только кровь. Ну, нифига себе. Ну, кровь только, я так поняла, сдается на вот этот иммуноглобулин Е, который показывает в целом, если у меня аллергия, видимо, на что-либо, да, а конкретно выявить на что именно, то это надо делать вот эти надрезы и туда под кожу что-ли капается, да, там какой-то аллерген, ну, какой-то, что-то капается, и, короче, потом смотрится аллергия, что отреагирует, и вот на это у тебя аллергия. Это ли не трэш? Господи! Может, придумали уже что-нибудь более гуманное? Кошмар! Поделитесь опытом. Реально, это только так делается. Милочка, иди-ка сюда, кошечка. Это кто разбил вообще здесь? Представляете? Вот из фикс прайса. Кто разбил? Аккуратно, блин. Стекла теперь здесь. А я думаю, что там грохотнуло? Прихожу, вот, пожалуйста. Лазит, потому что по моим полкам кто-то. Мила! Аккуратно. Не знаю, попылесосить. Ой, везде. Мелкие осколки везде. Трындец. Коза ты! Зайки, я прям молодец. Видите, я накрашенная уже, потому что я уже видео сняла. Два, два штуки видео сняла. Молодец. Смонтировала видео сегодня, опубликовала и пообщалась в прямом эфире с девочками. Вот, сейчас иду еще доснять кусочек видео. Один, там еще вещи пришли. Огромная распаковка шеи у меня на втором канале. Вещи просто бомба, девочки. Как только увидите огромная распаковка шеи, две коробки такие большие. Сразу идите. Там очень крутая одежда в этот раз. Вообще, я сейчас вторую еще не знаю, но первую коробку распаковала. Просто бомба. Вот. И что еще? И все, и получается, время сейчас 12, да? Пол первого уже, и я практически все закончила. Мне кажется, к часу я уже закончила все съемки на сегодня. И все. Я сегодня хочу в Солярис ходить. Куда-то я еще хотела сходить. Забыла. Ну, монтировать надо сегодня видосы. Но из дома надо выйти, надо прогуляться. Я вроде не нервничаю, все нормально, несмотря на то, что даже Милка разбила вот это вот. Все попылесосила, спокойно слежу. Но я чувствую, все равно в горле вот стоит кашель, и вот стоит что-то. Я думаю, может, антигистаминные прям выпить и вот прям вот посмотреть. Они мне реально помогают. Успокоительные так не помогают, как антигистаминные. Вполне возможно, что у меня и нервы, и аллергия. Сразу. Вот. Короче, пока пью кофе. А, еще очень голодная. Сейчас мы с вами точно, сейчас я еще успею приготовить до часу. Сейчас на полчаса поставлю курочку. Макароны есть. Поставлю курочку, я же купила там. Сейчас ее в соусе замажу и в духовку. Пока она будет готовиться, я под видео сниму. Вот такая жизнь блогера. Так, а готовить я сегодня буду, смотрите, в новой вот этой посуде. Я еще не готовила в ней. Возможно, она даже большеватая. Но сейчас я посмотрю, может, я еще что добавлю. Какие овощи сюда. Но мне хочется ее испробовать уже. С крышкой. Фаберлик. Фаберлик Хом. Я давно хотела с крышкой и побольше себе блюда, потому что у меня моей маленькой не хватало. И хотела прозрачную, чтобы видеть, что там. Так, готовить мы будем с вами вот такую вот курочку охлажденную. Уже пора ее скорее. Седьмое, ноль шестое. А сегодня шестое, да? Посмотрела. Нет, сегодня седьмое, девочки. Она должна уже быть приготовлена. А использовать буду я сегодня вот этот чесночный. Я уже, наверное, весь его использую. Пора. И добавлю немного сюда сладкий чили для перчинки. Запекать буду вместе с перчиком. Картошка закончилась. Мама еще сказала тогда, а я ее не покупала. Короче, распределю просто вот так вот это все дело. Ну, для этого блюда, конечно, у меня большеватая. Но я просто хочу приготовить уже вот в этой фаберликовской штуки. Так, налила все здесь соус. И знаете, что еще? А, посолила, да? Это умная соль или как она там? Вот это вот со всякой примесью там соль. Налила побольше, кстати, сладкого чили, чтобы он был поперченнее, да? И вылила до конца этот соус чесночный. Все это ноль калорий, чтобы вы видели, да? И что еще я придумала? Я придумала прям здесь все это замешать, прям здесь все это разложить, чтобы не терять все соки. А еще, девочки, вспомнила я, о чем мне сегодня снилось. Это просто ужас. Мне снилось невероятное количество змей. Маленькие, большие. И от них нужно было как-то аккуратно текать. Просто как будто, знаете, я в центре города. И в какое-то такое время оказалась там, в центре города, видимо, в которой я не была. И типа там это нормально, что там куча змей таких. То есть люди ходят, никто не пугается. То есть люди ходят нормально среди этих змей. Мне там кто-то кричит аккуратней, там вот здесь, вот здесь. И посмотрят на меня, как типа я в первый раз такая, знаешь, тут в центре, а тут оказывается змей, да мы с ними живем, мы уже знаем, как тут надо ходить аккуратно. А я не знаю, у меня страх внутри такой. Я такая просто вот так открываю, думаю, открываю, выхожу. Я в какое-то заведение ходила, я не помню куда, типа театр что ли какой-то или что-то. Но я помню, что по коридорам там ходила, а самого театра не помню. Какое-то представление, много людей, что-то из, с кем-то я была. Из здания в здание что-то выходили, но пока было светло. А когда вечером уже вышло, вот это море змей, и там кто-то кидается, но вроде ни одна змея не укусила. А, и там же еще палатки такие, знаете, прям рядом продаются. Ну, вот такие вот, знаете, стоят иногда на улице, прям кто-нибудь частники. Столик расставили, и типа вот мазь, типа от укусов змеиных. Ну, она тут ходовая, короче, там на каждом шагу продается, то есть люди знают, что эти змеи, они кусают и нападают. Их много. Знаешь, как этих дождевых червей после дождя в каком-нибудь месте, где их очень много водится, где прям такая земля плодовитая для них. И мне дают эту мазь, значит, короче. И я просто в шоке. Я проснулась в огромном шоке. И честно, впервые за долгое время я просыпаюсь, я обычно свои сны все сама себе знаю, ну, что они значат. То есть я никогда в соники особо не смотрю, ну, могу заглянуть как бы, да, но соники разные, и бывают значения противоположные прям даже каким-то вещам. Поэтому я отталкиваюсь от своих собственных внутренних каких-то чувств, к чему это приснилось. То есть мне может присниться какая-то абракадабра, а я точно понимаю, кто это, в виде кого приснился, да, точно и мои ощущения, как бы, ну, читаю. А здесь я проснулась, и я не могу понять, что значат эти змей для меня. Их так много. Много мелких было змей, много мелких. И иногда попадались крупные. И они прям шипели, прям, знаете, хотели напасть. А я так аккуратно между ними пыталась пробраться, но четко понимала, что меня кто-нибудь укусит. Прям вот невозможно. Их так было много, там невозможно было пройти, невозможно было всех... Вот их так было много, что сложно было ступить где-то, понимаете. И самое удивительное, что для всех, кто там находился, это было нормально. А для меня это было что-то ужасное. Короче, я так его и не... Я так его и не разгадала для себя, этот сон. Вот так. Проснулась в шоке. А еще сухого чеснока забыло. Я его люблю побольше. Аромат чесночка просто магия. В общем, вот так красивенько у нас все получилось. И не нужно мыть никакой посуды. И сейчас я вот таким образом ставлю все это на минут 40. 40 на 230 где-то, да? Сколько я там? 230, 220 ставлю, уже не помню. Духовочка. Вот так вот. Так, закрываем. Здесь... Ну, сколько у меня тут стоит? 230, да, наверное? Вот так вот. Вот, 230. Так, и поставим мы и сверху, и снизу. Жар, наверное, вот такой вот. Сверху, и снизу, чтобы готовилось. И... На 40 минут поставлю. Как раз поснимаю. Сейчас будет все готово. 40 немного, блин, может поменьше. 35 поставлю. Ну что, мои кошечки, пока я досняла видео, у меня уже готова вкусняшка. Смотрите, какая она. В общем, я не стала корочку делать, запекать ее. Ну, жестко я смотрю, просто здесь уже, видите, так, поджарилась. А корочка, если я ее запекаю, да, ну, чтобы поджаристый был верх, она суховатая становится. А сейчас она прям мягенькая, то, что надо. В общем, вот такая получилась у нас блюдо. Макарошки, кстати, я положила сейчас вот в этот соус, который здесь. И даже не грела макароны, они там нагрелись. И прям вместе с бульонкой я сюда себе положила. И авокадо отрезала. Вот такой будет у меня обед. Без хлеба, во что хлеба нет, вот макароны вместо хлеба. И все, я накрываю крышкой, чтобы оно не заветрилось. Кстати, можно еще, знаете, как сделать? Вот так вот немножко, чтобы оно не сушилось. Вот так вот. И накрыть уже. А то оно заветрилось, пока оно здесь остывало. И все, накрываем крышкой. Ой, девочки, поела так вкусно, но хлеба все равно мне не хватает немножко. Ну, в общем, ладно, без хлеба живот площадь будет. Короче, заслужила я прям себе такую вкусную еду. У меня еще не допиты кофе. Время без 15.2. Я все сделала. Я умничка вообще. Сегодня перевыполнила план. Так что можно поехать в город и пойти в солярий. И еще купить мне надо кое-что для дома. Список сделала. А сейчас я смотрю фильм. Называется «Красивый, плохой, злой». Любопытное. Любопытное кино. Фух, посмотрела фильм этот, досмотрела. Прям рекомендую к просмотру жестко. Никаких ужасов там сильных не показывают. Просто такой прям держит до самого конца напряжение такое прям в фильме. Те фильмы, когда нельзя рассказывать. Конец. Фух. Красивый, плохой, злой. Посмотрите. Я еще поняла, что он основан на реальных событиях. Да, вот сейчас в конце фильма показали видео нарезки вообще из ну, реальных ну, реальных, старых вот этих вот как там архивах, короче, по этому делу. Вот. Я в шоке, конечно. Аж сердце заболело. Блин, девчонки. Вот собираюсь все этот день, знаете, делала-делала там всякие делишки свои, да, уже все сделала такое. И осталось выйти. Ну, то есть дела остались такие, которые нужно прям выйти и сходить в магазин, купить соль для посудомойки, хлеб купить, в аптеку зайти, супрастин купить на всякий случай. Мне так посоветовали, что только он снимает, если вдруг отечность какая-то в гортане там или еще что-то. И я, прикиньте, вот просто не могу выйти из дома. Не могу, не хочу, что меня останавливает, нежелание. Вроде такая подбадриваю себя, ну, я так называю этой интуицией, которая говорит мне, сиди дома, завтра пойдешь. Не надо специально для этих мелочей выходить из дома. Вот. А я такая, а хлеб? А супрастин? Это же важно. Вот за малым пойдешь, и по дороге есть и аптека, и магазин, и купишь хлеб. Не выходи сейчас из дома. Два часа посиди дома, посмотри телевизор, полежи, отдохни. Выпусть успокоительного. Вот что говорит мне моя интуиция. Поэтому сегодня я, наверное, никуда и правда не пойду. Буду дома отдыхать, раз у меня такой сегодня спокойный день пошел. Не буду сейчас выезжать, сейчас выезжать. Вдруг еще нервничать. А, в солярии я еще хотела сходить, но я накрашена, и я такая думаю, блин, умываться не каев сейчас. Девочка в комментариях попросила меня рассказать про солярий, вот, насколько я туда хожу, что я там делаю перед этим делом. Я все пытаюсь записать, и все никак не могу записать видео. И все никак не могу это сходить в солярий. Все мне что-то останавливает. Ну, может, завтра пойду. Сейчас включила фильм Клуб миллионеров, миллиардеров, простите. Криминал, драма, 18+, 18-й год США. Ну, мне нравится, у меня уже зашли актеры, вообще подача, короче, легенький какой-то фильм, хотя драма, это вроде бы что-то с печальным концом, да, я только первые полчаса смотрю, из двух часов где-то, час 48 фильм идет. Короче, все, расслабляюсь, отдыхаю, сегодня никуда не пойду, за Дэнькой пойду в садик, и все, и будем отдыхать. Ну, что, мои хорошие, посидела, отсидела из дома, иду за Дэнечкой, ну, и зайду в магазинчике, возьму еще что-нибудь, качаю сладенького, что-то все закончилось, и хлеб. Вот, я хлебная душа, и без хлеба, кажется, как будто я и не ела, у меня какой-то голод стоит, блин, хотя я много поела. Вот и Дэнни пришел с садика, я купила круассанчики, а у меня лимонный, лимон и что-то еще тут, крем-лимон, типа того, а у него с шоколадом. Вкусно, Дэнни? Да. Вкусно? Круассан? Да. Ну, все, кушай. На улице, похоже, дождь ливанул, пасмурно сразу стало резко. Ну, что, мои крошки, что-то я сейчас выпила новопосит, и прям меня так зарубило спать. Прямо такое... Уже, наверное, накопительный эффект работает, как думаете? Или если пить успокоительный, если ты и так еще уже успокоенная, и еще сверху успокоительный, получается такое. Короче, я хочу спать. Вот, на улице еще светло у вас. Дэнни говорит, пойдем мультики посмотрим. Я говорю, давай, включай мультики, Дэнни. Время полдевятого, а на улице еще светло. Вот так вот, представляете? А нам уже спать пора. Короче, я решила вот так вот прям поваляться, пока светло и дождь на улице. Класс, ночничок. Сейчас Дэнни в мультики включат. Будем под мультики засыпать. Короче, завтра тогда с вами свидимся. Видите, как сегодня непредсказуемый день получился. Но главное, я дела поделала свои все. Вот. А так... Нет. Кстати, зашла в аптеку, посмотрела супрастин. Я думала, супрастин это какие-нибудь шипучие таблеточки, знаете, или там капли какие-то есть. А там таблетки, ну, довольно крупные для меня. Хотя девочка сказала, они маленькие. Достала, я говорю, нет. Я говорю, все равно грызть буду. А она говорит, если грызть, они горькие, и от них немеет язык. Я думаю, супер. Спокойной ночи. Нет, не стала я брать эти таблеточки. У меня паника начнется пить их, чтобы... Все, короче, спокойной ночи, до завтра. Спокойной ночи. А ты сюда смотри. Скажи, девочки, спокойной ночи. Девочки, спокойной ночи. Всем доброе утро. Сегодня у нас туман. На улице выглянула. Вообще, у нас сегодня было открытое окно. Мы спали. Ну, в зале было открытое окно. Я встала, так замерзла. Закрыла окно. И думала, на улице такой холод. Вон Деньке куртку одела сверху. Шапку еще ему положила. В рюкзак на всякий случай. А выходим. А тут теплынь. Ветра нет. Прекрасная погода. А я смотрю, еще некоторые дети одеты прям. Конкретно тепло там. Шапки. Двое капюшонов. Так что погода айс. Все, сейчас Деньку отвожу. Буду планировать день. Вот так, смотрите, видите, у нас дом строится. И туман, туман. И что еще конкретное. Все, теперь нормально могу сказать вам доброе утро. Фух. Сегодня уснула. Сегодня уснула. Крайне редко бывает, потому что я не люблю спать с косметикой. Я уснула сегодня накрашенная. Но удивление в другом. Я знаю, что многие могут носить косметику там 2-3 дня. Особенно тушь. И для девочек, кто это любит делать, то тушь, которая вот must have, которую я покупала на почте. Распаковка на моем втором канале. Она даже не осыпалась. Вот что круто. Она даже за ночь не осыпалась. Понимаете? А когда я там бывает, нет-нет, потру что-нибудь уже к вечеру, да. Просто не было сил. Я думаю, Деньку сейчас уложу. И пойду умоюсь. Еще хотела видео домонтировать. И в итоге я с ним просто вырубилась. Не люблю. Знаете, почему косметику носить? Может быть, я бы и носила. Во-первых, у меня глаза устают от туши. Вот. А во-вторых, если я не смываю тональный крем или BB крем, я замечаю, что на утро у меня могут возникнуть прищики. Вот, пожалуйста, возле носа у меня здесь прищик. Маленький такой, знаете, жировичок так беленький. Он возник. Это от того, что я не смыла косметику. Если бы я смыла косметику, он бы не возник. Поэтому я всегда вечером умываюсь и редко вообще крашусь. Только для видео крашусь, если честно. Редко, когда я накрашусь для себя. Так я думаю, хочу быть накрашенной сегодня. Редко. Может быть, когда с девчонками встречаемся, думаю, надо быть не хуже, да. Но в целом я сегодня прекрасно выгляжу. Я не буду умываться уже тогда. Вот. И останусь так. И реснички все ровненькие лежат. И косметика. Ну, не осыпана тушь вообще. Это круто. Сейчас, в общем, доделаю. Какие мои планы? Вот я сейчас поделюсь, да. Оправдаются они, получится или нет. Я сейчас хочу быстренько домонтировать видео. Все сделать на сегодня. Ну, как бы видео я все сняла. Мне надо домонтировать. Выложить его. А потом, а потом я хочу поехать до Кристины, помочь ей с видео и забрать ее к себе. У меня есть еще один ноутбук. Она возьмет свою программу и будет монтировать уже у меня. И закончить этот эфир, который идет, и запустить с ней эфир, провести эфирчик. А потом запустить новую подборочку эфира. Короче, вот так вот. С ней же. Сначала провести просто прямой эфир с Кристиной. Надеюсь, она будет настроена. А потом запустить нашу подборку старую, с самых первых совместных видео. Там всякие теги раньше, помните? Челленджи были интересные. Какой-то там что-то мы пробуем, что-то тестируем косметику, еду разную. В общем, там нормально. Там часов на 5, на 6 насобирались видео за всю историю. Хочу такую подборку сделать. Эфиры, кто не знает, крутятся по 3 дня. По 2-3 дня я там смотрю. И те, кто не видел, могут в любой момент вот так вот утром. Я знаю, девочки, многие просыпаются со мной утром. Я не всегда успеваю утром делать видосы. Кому-то мало моих видео. Кто-то хочет по часу, по 2 видео. Для таких людей. И просто, знаете, ты можешь включить прямой эфир, а там идет какая-то прикольная подборочка. Ты просто включаешь, завтракаешь, бежишь на работу. То есть тебе ничего не нужно досмотреть, потому что там как бы нет начала и конца. Но постоянно крутится и крутится. Это для вас вот такой вот удобный момент. Я всегда как бы на связи. Я в этот чат реально очень часто залетаю. Я вообще смотрю, вот я в этот раз так залетала все время, что я вижу свое последнее сообщение. И кто-то там написал 5 сообщений, 6-10. Я там поотвечала, что-то написала свое. Все, побежала. Потом возвращаюсь опять. И получается, что я в принципе в чате общаюсь. Так что там можно легко меня достать. Так что забегайте. В общем, такие планы. Еще, а, еще хотела в Солярис ходить. Да. А, еще же надо уже в Фикс Прайс ходить. Уже давно не была. Там, мне кажется, новинки уже есть. Короче, вот такие планы. Я не знаю, что из этого сбудется. Попаду я к Кристине самое главное или нет. А мне надо ее к ней попасть и ее забрать. Вот так вот. Такая идея. Снять с ней видео там и забрать ее. Посмотрим. Мои хорошие. Я не понимала, каким образом я, блин, заряжалась у меня камера. У меня почему одно деление? Я не знаю. Я хочу. Мне кажется, я не успею Кристину заснять даже. На телефон буду снимать. А там, блин, у меня как из бочки звук. Вообще, думаю над тем, чтобы купить себе новый телефон. С хорошей фронтальной камерой. С хорошим звучанием. Я не знаю. Я надеюсь, что это не... Айфон не единственное, где вот так все. Вот именно телефон, который я ношу с собой. По которому я звоню. Который все время со мной. Это вот не дело. Чтоб если камера вдруг села и достойная я смогла снять видео. Понимаете? Не на камеру заднюю, а на фронтальную именно. И чтобы был хороший звук. Потому что в моей камере, на моем телефоне, вообще отстой. Уж если сравнивать. Вот. Либо сейчас должны уже сделать более крутые телефоны с хорошим звучанием и так далее. Либо вот айфон, да. На айфоне хорошая звуковуха. На айфоне его, да, он заменит. По два телефона тоже не хочу таскать. Хочу просто заменить. Ну, короче, это в планах. Так. Я Кристине решила сделать сюрприз. Я с ней просто поговорила утром. Говорю, ну что ты там? Давай, давай. Типа это. Делай дела. Там, траля-ля. Она такая, да. Вот кофе сейчас пью. Сейчас видео буду снимать. Я говорю, давай я тоже тут делами занимаюсь. То, то она не знает, что я сейчас к ней еду. Я хочу сделать ей сюрприз. И даже взяла пропуск. Сначала забыла его. Думаю, позвоню, чтобы пропустили. А потом думаю, нет. Ну, сюрприза уже не получится. Так что взяла пропуск. И прям под домом буду уже у нее пипикать. Вот она удивится. А перед этим я хочу заехать к сестре. И я ей отдавала там кое-какие вещи свои. А она в кармане какой-то куртки нашла мой наушник. Представляете, у меня черные наушники есть. У меня вообще двое беспроводных наушников. Одни белые, одни черные. Может быть, когда-то вы помните, я делала обзорчики на них. И я потеряла, что от одного, от белого, один наушник у меня остался. Что от черного, один наушник остался. Ну, вот второй наушник от черных, сестра говорит, в кармане вот тут вот лежит. Вот так вот бывает. Сейчас поеду, заберу. И заодно труселя из Фаберлик для малого отдам. Классные трусики такие. Размер как раз Тимкина. Он сейчас у нас в лагере. Ну, приедет и его ждет приятный сюрприз. Классные модные боксеры от Фаберлик. Так, приехала к Систер. Сейчас жду ее первый раз на ее работе. На этой. На прошлой работе была, а на этой еще нет. Интересно. Я тебя сразу с камерой встречаю. В рабочей одежде. Привет. Красивая, яркая. Спасибо. Вот и наушник мой. Как дела? Фабрика у нас большая. Да. А ты меня не покажешь? Там нельзя проходить? Там нельзя с пропуском. Блин, так интересно. Там, видишь, у нас магазин продают там пары, пары в онлайн-вайс. А, то, что вы шьете, там продают? Да. Ой, сейчас зайдем посмотрим. Сейчас зайдем посмотрим. Не все. Вот, смотрите, девочки. Вот это вот наше производство. Вот это вот наше. Крайний ряд недостатков. Вот такие вот кроссовки шьет Катерина. Представляете, какие модные. Кожаные. Слушай, они тебе даже под лучок твой подходят. Рабочие. Кожаные, натуральные, 2700. Да, это кожа. Крутец вообще. А вот, бежененькие. Классные. Мех натуральный. Кожаные. Классные. Слушай, цены приемлемые такие. Прямо с фабрики, короче, прям вот магазин. Круто. Ну, там и мужская же. И мужская, да. Ой, смотрите, девчонки, шлепки кожаные. Вот. Классные, мужские. 700 рублей стоят. Кожаные. 42 размер. Так, ну что, поболтала с сестрой, постояла. Солнышко припекало. Все обсудили. Она же у меня тоже квартиру купила. Вот. Обустраивает ее. Все жду, когда она на восселье позовет. Вот. Так что, общались. Все, еду теперь к Кристинке делать ей сюрприз. Калитка открыта. Вообще, вот это будет сейчас вообще сюрприз. Сюрпризный. Калитка даже открыта. А дверь. А где Криш? Сюрприз. А они поехали за газ. Сюрприз не получилось. А тебе сюрприза не получилось. Ты где была? Я дела делала. Документы делала? Все, все сделала? Все, успели? Нет? Я не собиралась сниматься. Ну ты такая, нет, ты очень хорошо выгляжешь. У тебя такой пушистик. Такая ты похудела. Да, лицо такое загоревшее. Загоревшее? Ну да, такое. Да, я вот очки получила. Ну все, раздевайся. Ой, тетя Таня угощает меня вкусностями всякими. Да, вот Кристина тоже любит. Это лучок, помидорка здесь. Да, с помидором. Лук, помидоры, что еще? Лук зеленый, там еще кусочки сала есть. Еще кусочки сала. Ну короче, яичко и все такое сочное. Прям очень вкусно. Девочки, боже мой. Блины тети Танины фирменные. Я не могу. Она представляете, быстро встала, за 20 минут сделала их. Это такие вкусные блины. Надо дынечки взять обязательно, она же у меня блинная душа вообще. А тетя Танины блины я вечно их вот так вот складываю. Подожди, подожди, подожди. Я их ем, глянь, мне кажется, их два тут. Да, они супер тонкие вообще. И я их ем и всегда думаю, тетя Тань, ну как вы их делаете? Что за фантастика? Она съест крестик маленький. Гудэй написано. Да, это же я привезла, я была в Новокубанске, недавно вот это, где я пропадала. Ширялась. Да, все сказали, где Кристина, вы снова поссорились и так далее, прикинь. Начинают, скажи им. Как примитивно. Примитивно. Я просто еще думала, говорить это или не говорить, но просто я там делала капельницы. Витаминчики. Ну, можно я не буду говорить. Ты уже сказала. Ну да, ничего особенного, короче. И меня вот угостили, с собой дали в дорожку. Это уже луковые кольца. Вот они широкие такие. И их очень вкусно обжаривать с помидорами. Так, можно яичко добавить? Ну что, мои хорошие. Та-дам! Привет! Привет! Да, кстати, последний кадр я включала, это я тебя дома встретила и все. Я была. И ты была... Ты была... Я напряжена, я все же газ не оформлю никак, это мне уже собрались отключать. Да, сегодня это случилось. Но теперь надо оплатить 12 тысяч, потому что 4 месяца я не оплачу. Ты что, должница великая, что ли? Спасибо, что Газпром, или кто там, Газгольдер. Не отключил. Газгольдер, баста. Привет! Спасибо, что не отключил газ. Это... Да, короче, мы целый день провели вместе. Во сколько я приехала, блин, к тебе? Я приехала еще 12 тысяч. Ой, спасибо вашей... Ну, я вашей, потому что зрителю вот нашему, вашему. Спасибо, Селени. Она, как всегда, делает жизнь людей ярче и прекраснее. Я не знаю, как я ее буду отплачивать. Мне стыдно. Натурой бы вплавить. Потому что я вот такая с не с настроением... Нет, внутри-то я рада была. Ну, просто... Короче... Мне неловко, неловкий этот момент. И, короче, и как бы хорошо. Я знаю, что она там все сделает. Не знаю, о каких неловких моментах она говорит. В общем, мы снимали сегодня видео целый день. И сейчас мы едем уже за малышом, забираем. На улице сейчас дождик у нас пошел. Мы ели вкусные блины. А, нет, я снимала блины. Я снимала блины, яичницу вкусную. Ты перепела фабазола. Ты и я фабазола перепела? Ты перепела. Я перепела? Ты забываешь. А ты вообще не... Я смотрю, ты какая-то очень спокойная вот нынче. Какая? Нет. Я смотрю, ты даже когда рычишь, ты как-то рычишь спокойно. Ты что, не помнишь, как я? Я помню, как вот ты тогда и как сейчас. Мне стыдно даже. И она мне говорит, что... Опять стыдно. Я хотела тебя спросить, какие успокоительные ты пьешь? Нет? Может, это то, что ты поехала там, полечилась, отдохнула, прокапала витаминчики, и все, у тебя зашибись стало. Короче, я Кристину наконец-таки вырвала, вырвала из ее суетной жизни. Нет, из ее спокойной жизни. Не говори. Из спокойной жизни. В мою суетную. Да, она там приставит вставать на лыжи. Да, чуть-чуть поднимем тонус, короче. Вот, все, сейчас бежим домой. У нас еще куча съемок. Мы еще взяли пакеты со съемками домой. И еще сейчас будет прямой эфир заряжаться, где мы с Кристиной старые наши видосы, наши теги, когда ты еще не была блогером. Ну, я даже не совсем понимаю, что ты там замутила. Я, кстати, пересмотрела. Будет прямой эфир, будет трансляция. Там несколько часов, часов семь, часов семь наших видео, старых, всех, совместных, которые были на канале за всю историю. Кроме фикс-прайса, потому что фикс-прайс-еда, у нас так много этих видео, что я решила в отдельную рубрику, типа фикс-прайс-еда, где мы с Кристиной вдвоем. Не я одна, а вдвоем. Вот, короче, первые будут теги. Кристина там вообще-то такая худая там, как спичка. Зачем ты это вот? Нет, я к тому, что даже лучше, когда ты немножко поправленная. Потому что там ты такая прям... Прям вообще, вот увидишь, я прям смотрю такая, думаю, ля, нос, скулы. У меня это подружка одна, помнишь, сюда-сюда? Так, ладно, это уже... Нет, есть в этом что-то свое, но и вот мне нравится, когда ты чуть-чуть более... Более аппетитненькая. Я вообще не ела. Это летом было, я помню, наверное, да? Это было летом, ты была загоревшая, черные волосы. Короче, посмотрите все это. И Кристинка тоже посмотрит, покрутимся на камере. Короче, мы поехали скорее, чтобы малой в садике один не остался. Ням? Вкусно? Я вижу, тебе очень нравятся блинчики, тетя Таня. Я их вообще обожаю. Как она их готовит? Ну, посмотри. Здесь не поймешь, сколько, а здесь, девочки, три блина. Смотри, насколько они тонкие. Просто. Очень вкусные. Ты мои зайки. Мила ревнует, посмотри. Мила, что с лицом у тебя? Вот, что с лицом? У меня не лицо, а морда. Вот, что с мордой вот у тебя? Что за притухшие глаза? Посмотри, она хитрая, такая наглая. Вот она злится на меня, когда я еду, вот не даю вовремя. А тут Дыньку обнимает кто-то, такая сидит, напыщилась. Что с лицом? Иди сюда. Что с лицом, кошка? Кошка, ты что, тебе внимания не хватает? Тебе внимания не хватает? И лапа. Кайфушница. Мама вот тебя обнимает, достаточно. А, а, больно. Все смотрят у нас робот-пылесос. Робот-пылесос попылесосил. Дэня создал своего робота-пылесосил, он тоже попылесосил. Включил теперь пылесос. У меня пылесос просто, он меня преследует. Да, Дэня-пылесос. Дэня-робо-пылесос. Мальчик, мальчик. И чай не попил. Девочка, девочка. Да я не знаю, я три кружки уже выпила. Три? Да. Офигеть. Мальчик, мальчик. Когда дела, настроение, когда видосы будут. Да не только у меня, у одной лета. Оно с одной стороны, да, классно, что жары нет. С другой стороны, такое, да, состояние. Вот. Я еще уезжала к родственникам в Новокубанск. Капалась. Я же говорила. Ну вот, я жалуюсь. Такая. Пожалейте меня. И вот к Селене приехала, говорю, можешь мне корни покрасить? Ты еще не говорила этого. Говорила. Ты просто говорила, ты покрасила бы меня? Я говорю, ну... Теоретически возможно. Ты сказала, конечно, дядя. Это была замануха тебя ко мне. А ты взяла краску? А я взяла краску, тебе брови покрасила. Подожди, ты краску взяла для волос? О, нет. Ты же не сказала взять. Подожди, ты так шутишь, я знаю, что ты. Не взяла, блин. Мне реально все надо говорить. Серьезно? Да. Да ты шутишь. Ну ты видишь ее? Она плант была в косметичке. Так я же не заглядывала, может она там лежит. Реально? Забыла? Да я даже и не думала. Я думала, ты говоришь, покрашу. Я и думала, ну покрасишь. Давай тогда покрасим тебе краской для бровей. Там тоже цвет графит или темно-коричневый. Всю краску израсходуем. Там вот эта красочка 300 или 400 рублей. Мы заодно посмотрим, насколько ее хватит. У тебя же такие эксперименты были. А мы можем смешать графит и уже побольше. Одна краска стоит 300-400 рублей в этом. Что ты делаешь? Я смотрю, хоп, пустос. Дужно. Чего, дайте я вас прошу. Давай. Смотрели мир, дружба, жальчик? Один, два, три, четыре. Да, они смотрели. И мне кто-то советовал, чтобы я посмотрела. Я просыпаюсь. Это оттуда? Да. Кусина говорит, что там первый сезон-то покрасно. Нет, почему второй? Ну как всегда, первый же он круче и лучше. Ну мне так кажется. Нет, второй тоже классный. Там музыкальное оформление, оно, мне кажется, немножко перенасыщено информацией. То есть понятно, что режиссеры молодые, все там все костюмеры, постановщики, ну, в общем, люди все равно старались, согласно актеру убойные. А у меня вопрос, кстати, Крися, почему мы лежим и не работаем? Потому что я просыпаюсь в холодном панке. Я просыпаюсь. Я вот хочу чаю. Я вот лежу и хочу чаю. Так я-то попила чай. Ты попила, а что лежишь? Не, подожди, а ты лежишь, что ты хочешь? Ну ты же, мы же разговариваем. Ну я пошла, слушай, а у меня дежавю. Да, что это было? А я, короче, сейчас смотрю вебинар. Все, я пошла. Про деньги. Про деньги? Только начала, да, Кристина, вот она меня отвлекла. А говорит, что ты будешь делать? Смысля, заклада меня. Пока ты будешь монтировать, я буду смотреть вебинар про то, как, короче, вебинар про то, как... Разбогатеть? Нет, не разбогатеть, а как управлять своими финансами. Те, которые есть, как, короче, правильно вложить, без рисков, когда у тебя мало времени. Ну такое, короче, вот какой-то полезный вебинар нашла, и мне интересно его посмотреть. Вот сейчас я его буду смотреть. Да, мне расскажешь. А тебе вкратце и рассказать. Хорошо. Как всегда. Хорошо. Вот так выглядит мой вечерок. Я сделала травяной чай с розмарином, слаймом и медом. Здесь я включила, вот, как создать капитал, если вы зарабатываете 30 тысяч рублей в месяц, без поиска подработки, без рисковых вложений, без страха и паники. Буду сейчас смотреть вебинар. А здесь у меня прямой эфир. Я тут девочкам отвечаю. Вот балдею, как тебе идет быть блондинкой. Да сама в шоке. Вот. Вот скоро уже заканчивается у меня эта подборка видео для вас и готовится новое. Вот, все. Я отдыхаю и смотрю, как свои деньги, как управлять своими деньгами. Смотрят вдвоем. Ну что, мои девочки. Все, я умылась наконец-таки. Почти досмотрела вебинар. Чуть-чуть осталось досмотреть. Прям полезной информацией подчеркнула. Интересная. Еще одна возможность, как распоряжаться своими финансами, о которой я не знала. Любопытно. Вот. А я вам не показывала еще, какой костюмчик мне Кристина подарила. У нее сегодня была распаковка. Василек. Мы вместе снимали. Ну, не вместе снимали. Она снимала. Я рядом была. И она уже его монтирует сейчас. И вместе с этим влогом завтра, скорее всего, выйдет это видео. Но мое выйдет раньше, наверное. Ее чуть-чуть попозже, в течение дня. У нее там просто бомбезные домашние костюмы. И не только домашние. Каких я не видела на сайте. Вот смотрю, она распаковывает. И я думаю, блин, Кристина, где я была, когда ты заказывала эти вещи? Почему, когда я на сайте, я их не видела? Вообще очень крутые вообще покупки. Обалденная распаковка. Я ссылку на Кристину оставлю под видео, кто не был еще на ее канале. Или, может, кто потерял. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. У Кристины много видео. Мы с ней вместе подготовили видео, распаковки. Очень классные вещи. Вот. В общем, классные видео. И с завтрашнего дня она начинает снимать влог. Вот. Так что много интересного. Возможно, завтра мы с ней поедем в спа. Я надеюсь, получится у нас все по времени. Вот. Но это вы уже увидите в следующем влоге. Вот. Планы наполеоновские. Много всего интересного происходит. Обучаемся. Растем. В общем, чего и вам желаю. Всего хорошего. Я вам желаю спокойной ночи. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok